У меня есть целых три, а не два типа тарелок. И совсем недавно сделали тарелку еще более жесткую. Тарелка хватает места именно бугров. Как поступила, например, с этим компания Festool. И когда мы начинаем шлифовать, у нас поролон выгибается по нашим буграм. Я нажимаю на края, а с ней ничего не происходит. Механизированная шлифовка стен в интерьерах ускоряет и повышает качество обрабатываемой поверхности. Но и с этими аппаратами и машинами нужно уметь работать. Сегодня видео о тарелках, которыми мы работаем на поверхностях. О том, какие тарелки куда применять, в каких случаях работать с жесткими тарелками, в каких случаях работать с мягкими тарелками. У меня на канале уже есть видео о шлифовке свет и тарелки, где я поверхностно рассказываю об этом. Но здесь сегодня видео конкретно о тарелках у меня есть целых три, а не два типа тарелок. Я расскажу физику самого процесса. Немножко порисуем на доске, чтобы вы получили максимальную информацию, какую тарелку куда применять. И при заказе тарелки вы понимали, что вам нужна именно жесткая, либо вам нужна именно мягкая тарелка. А с вами канал о ремонте и отделке, просим Норбрест. Меня зовут Юрий, подписывайтесь на канал. Погнали! Итак, почему же именно тарелки играют важную роль в шлифовке наших интерьеров? Да все просто, потому что именно тарелка контактирует с обрабатываемой поверхностью. И то, насколько будет качественным и жестким материал, из которого изготовлена эта тарелка, по итогу даст нам максимально качественный результат. И смотрите здесь, как поступила, например, с этим компания Festool. Они сделали одну тарелку жесткую, вот такого примерно плана. И на нее сделали просто ряд проставок, различных по высоте, по жесткости и все. И у них получается одна тарелка, но мягкости не достигают за счет проставок. Компании, которые производят более дешевые шлифмашины, поступили другим образом. Они просто сделали тарелку мягкую и жесткую. И совсем недавно сделали тарелку еще более жесткую. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас я подготовил небольшой планшет и покажу вам наглядно, как работает мягкая и жесткая тарелка уже на самой поверхности. И почему жесткая тарелка у нас это основная тарелка, а мягкая тарелка это доводочная. Смотрим. А начнем мы, пожалуй, с жесткой тарелки. С самой основной тарелки, которую я использую на всем протяжении ремонта. И только потом я беру мягкую тарелку. Дальше объясню почему. Итак, смотрим. Представим себе, что у нас есть определенная поверхность, выделена черной зоной, которая имеет какие-то небольшие неровности в виде каких-то бугорков, наплывов и так далее. Когда мы приставляем нашу жесткую тарелку и начинаем ей шлифовать, у нас тарелка хватает места именно бугров и начинает работать с ними. То есть сначала она шлифует бугры. Вот зона, которая выделена красным, до нее шлифовка не доходит на первых парах. Дальше, чем дольше мы вводим по этим буграм, соответственно, шлифмашиной, тем больше мы сошлифовываем вот эти бугры. И по итогу мы доводим поверхность до плоскости, параллельной плоскости тарелки. То есть мы ее выравниваем. Вот поэтому жесткие тарелки в таких случаях работают намного лучше. И после шпаклевки необходимо брать в руки жесткую именно тарелку. То есть осуществлять подрезку поверхности бугров вот этих неров. А что у нас происходит с мягкой тарелкой? Опять же, представим себе черная зона. Это у нас какие-то бугорки, ямы. Мы приставляем мягкую тарелку. Красным я выделил это поролон. То есть в разрезе тарелка это у нас поролон. И когда мы начинаем шлифовать, у нас поролон выгибается по нашим буграм. Да, он их сглаживает. И визуально мы видим, что у нас поверхность вроде как бы зашлифовалась. Увидеть какие-то неровности, которые остались, можно уже при ультра жестком боковом свете. А в основном, особенно кто работает под прожекторы, почему я и топлю, что лучше с боковым светом работать. Так вот, кто под прожектор работает, тому вообще кажется, все, супер зашлифовал, там два раза протянул, а еще и мягкой тарелкой, все готово. И на общих строях, наверное, так и работают, потому что там никто не будет под боковой свет вылезать. Но в нашем случае, когда мы хотим добиться максимального качества, что мы получаем? У нас тарелка облизывает, так как она мягкая, облизывает наши бугры. И по итогу мы получаем ту же самую поверхность, только уже более сглаженную. Понимаете? И вот тут вы, наверное, спросите. Слушай, так а для чего тогда вообще мягкая тарелка? Она получается как бы нафиг не нужна? Да нет, мягкие тарелки на самом деле как бы нужны немножко для других задач. Представьте себе, что вы жесткой тарелкой выровняли всю свою поверхность, всю шпаклевочку. Вы ее сделали суперской, классной. Но градация зерна вас не устраивает. Вы видите, что присутствует какая-то риска, вам не нравится. Вы думаете, что возможно она где-то будет видна на покраске потом. Или вы работаете через пленочные грунты, которые ничего не скрывают. И вас не устраивает само качество именно поверхности. Сама вот эта крупная риска. Так вот, чтобы дальше не перетирать, не перечищать, не запилить где-то жесткой тарелкой, какие-то запилов не оставлять. Вот здесь вы берете мягкую тарелку, ставите на нее шлифкруг с повышенной градацией зерна какой-нибудь, 320-й например, да, и быстренько проходитесь по уже ровной поверхности, проходитесь мягкой тарелкой, очень мелким шлифкругом. И вы получаете, по итогу получаете супер поверхность, подготовленную под покраску. Вот так работают тарелки. То есть они в принципе работают в паре. Как правило, большинство, ну как бы мастеров ставят на подрезку, на жесткую тарелку, да, ставят зерно там чуть погрубее. Ну там, к примеру, там 180-й например. То есть процесс немножко ускоряется путем того, что зерно у нас крупнее, подрезка сама происходит побыстрее. Потом, когда доводят до такого состояния, выводят всю плоскость, просто переставляют уже на мягкую тарелку зерно 240-320 и убирают риску, все, поверхность бомба. Вот сама физика работы жестких и мягких тарелок. А сейчас поговорим немножко о том, почему же у меня на столе было три тарелки, а не две. Итак, почему же все-таки на моем столе было три тарелки? Ведь мы сейчас только что с вами говорили, что тарелки две, жесткая и мягкая. А случилось все следующим образом. Я в свой арсенал добавил еще одну шлифмашину. И, естественно, мне нужны были тарелки. Я начал искать на просторах интернета, что могут предложить, что может предложить нам рынок. Я наткнулся на сайт DLT.buy и на этом сайте я обнаружил вот такую вот тарелку. Она очень похожа на мягкие тарелки, которыми комплектуются сразу все машины. Но это ультра жесткая тарелка. То есть, чтобы было понятнее. Вот это жесткая тарелка, которую я покупал на 600 Макалистер отдельно. Если сейчас я камеру поднесу поближе, чтобы было понятнее, о чем я вообще веду речь. Итак, вот наша мягенькая тарелочка еще раз. Вот смотрите, она прям вообще. Нажимаешь, она вот продавливается прямо до основания, до пластика самого. Вот это вот мягкая тарелка, которыми комплектуется большинство шлифмашин, скажем так, бюджетного класса. Вот тарелка, которую я приобретал в свое время отдельно, которой комплектовался 600-710 Макалистер в свое время. Вот именно вот такой тарелкой. Как мы видим, материал сверху, он такой вроде бы мягкий. Вот я вот пальцем надавливаю. Но в своем общем плане, да, тарелка, особенно центр тарелки, достаточно жесткий. Но, как мы можем заметить, все-таки край немножко у нас играет. Эта тарелка справляется на отлично. Но бывают такие моменты, когда нам нужно пошлифовать, допустим, что-то очень жесткое. Ну, например, подкорректировать гипсовую штукатурку, к примеру, да. И вот когда мне попалась на глаза вот эта вот тарелка, эта жесткая, да, ультражесткая тарелка, мы можем с вами сравнить вот эти две тарелки, если так вот взять. То есть здесь даже сам пластик вот этот уже жестче, да, и ребра жесткости уже такие более подвышенные, более выраженные. И плюс вот этот вот материал, вот на него давишь, да, так уже с усилием, а он вообще еле-еле продавливается. То есть он на краях, вот я нажимаю на краях, а с ней ничего не происходит. И вот при шлифовке каких-то жестких поверхностей, допустим, штукатурки той же гипсовой, да, нам надо подкорректировать. Вот эти тарелки будут работать вообще просто суперски. Ну и если немножко там поперфекционировать, да, поработать там на каких-то жестких шпаклевках, типа Симин Босс, если там где-то может Оскаром что-то делали, то жесткая тарелка, вот эта еще жестче будет тарелка. Теперь в моем арсенале уже три тарелки, да, две основных. Жестких и мягкая для доводки. Вот почему на моем столе было три тарелки, а не две. Итак, что касается вот этой вот тарелки, супер жесткой, да, значит, это сайт DLT.by Ссылочку я, естественно, оставлю в описании. Кто захочет приобрести такую тарелку на свои аппараты, пожалуйста, заходите на сайт, приобретайте, цены там все актуальные. Причем ребята работают по России, по Казахстану, высылают в любую точку, в принципе. Поэтому, если кому-то будет нужна, пожалуйста, заходите, приобретайте. Для чего вообще покупал я эти тарелки? Я уже там немножко говорил, да, я приобрел себе новую машину. У этой машины будет отдельный видеоролик. Почему отдельный? Потому что хочу показать ее просто вот в работе конкретно, да. То есть не просто там распаковка, как вот эта банальщина вся. Я там открыл там чемоданчик, вот смотрите, вот то-то-то. Да, я там покажу, какие моменты, что это за машина, какие там плюсы, почему именно ее я взял, да. Попосмотрим, как она шлифует на всех этих. Испробуем, кстати, вот эту тарелку супер жесткую еще. Но это будет чуть попозже. А пока я надеюсь, что информация по работе тарелок была полезной. Если так, ставьте пальцы вверх. Еще раз подписывайтесь на канал. С вами был канал о ремонте отделки про Семинар Брест. Меня зовут Юрий. Всем удачи, крепкого здоровья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok